На причале морского вокзала во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи кораблей береговой охраны Китая, которые прибыли для участия в совместном двустороннем учении «Тихоокеанский патруль-2024». К гостям с приветственным словом обратились руководитель Департамента береговой охраны, пограничной службы ФСБ России адмирал Роман Тулак, заместитель председателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза, генеральный консул КНР во Владивостоке госпожа Пяо-Янфань и глава города Константин Шостаков. «От имени администрации города Владивостока, от жителей нашего города и от себя лично я сердечно приветствую вас, экипаж береговой охраны КНР с прибытием в порт Владивосток. Ваше посещение является важным событием, которое подчеркивает прочные связи и взаимопонимание между нашими странами. Мы рады видеть вас в нашем городе и уверены, что ваш визит будет плодотворным и запомнится вам теплым приемом». Корабли двух стран вышли в Японское море для проведения тренировки по борьбе с угрозами безопасности и спасению. Участники отработали совместный поиск и задержание судна нарушителя, выполнили совместные артиллерийские стрельбы, проверили готовность экипажей к проведению операции по спасению человеческих жизней на море и оказанию помощи судам, терпящим бедствия. Это исторический момент, впервые китайские корабли береговой охраны, надо понимать разницу военно-морских сил Китая и береговой, это разные структуры. Они впервые прибыли в порт Владивосток, два корабля вот вы видели, 2303 и 2305 бортовые номера, и мы эту практику будем продолжать и в последующем. Мы вот сейчас кратко оценили с руководителем береговой охраны Китая, что учения прошли успешно, мы к ним очень долго готовились, но необходимы элементы усложнения, элементов для того, чтобы наши экипажи были готовы к любой реализации, любой обстановке. А так, в целом, предварительное подведение, что учения успешные, но мы будем детально разбирать каждый эпизод и уже на профессиональном уровне будем производить разбор этих учений. Отметим, обстановка, развернувшаяся на море, максимально приближена к реальной. Опыт, полученный в ходе морских учений сил береговых охраны России и Китая будет востребован в ходе предстоящего совместного патрулирования кораблей в северной части Тихого океана. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.